В день рождения нашего сына от среднего, я увидела 11 февраля вот этого года, я увидела объявление о том, что требуется учитель. Серёжа, смотри, какой страшный дом, ну как? Крыша, здравствуй, небо было. Там в нашей комнате просто земля тоже здравствует. Мы когда ставили кровать с Серёжей, у нас пол проломился. Медсестра у хирурга, я его смотреть не буду. Я такой, почему? У нас нет перчаток, нам перчатки не будут. Иди, говорит, покупай перчатки. В моём классе, когда я приехала учителем начальных классов, всего 8 детей. Так скажем, я принял решение, возвращаемся домой, берём паузу, там смотрим. А я, я себя, вот картинку вижу, я вот руками, ногами вот так вот уперлась, но меня тащат, я не могу уехать. Друзья, привет! Как вы поняли, это ещё одно интервью с переехавшими на ПМЖ в Краснодарский край. На этот раз свои истории поделятся наши земляки, пермики, которые и пригласили нас в гости. В предыдущем видео вы были очень активны, делились своим мнением в комментариях, ставили лайки и дизлайки. За это я, конечно, хочу вас поблагодарить. Большое спасибо! Также я хочу вас попросить под этим видео проявлять свою активность и писать комментарии. Какую роль играют комментарии на ютубе? Комментарии очень важны. Будет продвижение, будет больше возможностей, а значит, будет больше контента. Поэтому, если вам нравится моё творчество, но вы не знаете, что написать, давайте договоримся так, что под этим видео вы напишите название вашего города, откуда вы. Не скупитесь на комментарии. Главное, если ты зритель. Если тебе нравится, то пиши комментарии. Приятного просмотра! Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня нас пригласили в гости наши зрители, наши земляки с Пермского края. Мы очень рады, что вы нас позвали к себе в гости. Сегодня с вами поразговариваем, поболтаем, и вы, думаю, расскажете нам свою историю переезда. Что получилось, что нет. Как вас зовут? Меня зовут Елизавета. Меня зовут Сергей. Мы Блиновы. Начну я? Да, конечно, ты. Самая смелая передовая. Мы приехали с Пермского края, точнее даже близ Перми. Это район Лобаново для ориентира деревни Нистюково. Приехали сюда осуществить свою мечту, уехать поближе к солнышку, поближе к морю. 15 лет назад была возможность переехать, у нас были средства, да? Да, мы еще в Новую Зеландию собирались. Авантюрные, вообще. Это мы когда совсем молодые были. Это 20 лет назад. Но это более реальная такая мечта. То есть мы прямо начали просматривать, какие дома там, в каких местах, какие районы. И тут нас напугала какая-то ситуация. Я уже даже не помню. Крымск, может быть. Может быть, Крымск. 12-й год. 12-й год. Это 12-й год. Я не помню. Ну, в общем, что-то, да. Какой-то. Вот прямо какая-то катаклизма была. Мы испугались. Уже более конкретно к этой мечте стали приближаться, когда детки у нас выросли. Вот 15 лет старшему, среднему 12 и младшему 8. А с чего началось-то я даже сейчас не вспомню. Ну, мысли-то ведь все время, они же ходят, ходят. А, видимо, вот... Ходят, крутят, конечно, там, YouTube смотришь все время, там. А мы на ваши видео нашкнулись. Да, мы загорелись. Мы вообще вашими видео вообще очень долго, наверное, жили. Как это? Что это? Нас это тоже очень даже сподвигло. Да. Потом у меня на эти видео мама подсела и сестра еще. То есть вот они сейчас нас прям продвигают все равно, вам надо здесь жить. Они нас поддерживают. В общем, мы рванули. Мы стали искать возможность. Как? Ну, не хотели продавать пока дом. У нас все в том, что мы живем с родителями. Дом наш и дом родителей, получается, объединены одним участком, хотя и разделены вроде как, да? Ну, со стороны так будет казаться, что это взбрело нам в голову, да, ехать. Так-то мы зрели, просто созрели наконец-то. Вот, и получается, что мы не хотели, конечно, дом продавать и искали возможность какую, за что зацепиться. В день рождения нашего сына от среднего, я увидела 11 февраля вот этого года, я увидела объявление о том, что требуется учитель. Учитель в поселок Прогресс. И ряд каких-то привилегий там предлагалось по поводу. Возможность получить земельный участок. Зарплата от 24 тысяч, но при этом съемное жилье, но компенсация до 7 тысяч. Нас это так просто вот с подбивок, да. Сережа, 11 февраля, не просто так, день рождения сына. И вот тут вдруг это объявление, не просто так. А я перед этим еще по земскому, программа «Земский учитель». Мы в том году подавали. Мы в прошлом году подавали, я не прошла. И вот в этом году тоже я подала документы и должна была идти дальше. Но в связи с тем, что мы приехали, я их просто, ну, просто отменила заявку у себя, да и все. Думаю, мы уже здесь, раз приехали, все, мы будем здесь обосновываться дальше. По земскому учителю миллион дается. И все здесь в прогрессе, когда мы приехали, все думали, что я по земскому учителю приехала. То есть мы тут миллион получили, типа дом купили, миллион получили, тут на халяву типа. Вот мы приехали, мы сначала этот прогресс, конечно, ну, так приняли, ой, какая-то страшная деревня, ну, какая-то глубинная что ли. Вот он наш дом, в котором, прежде чем нам заехать, нам пришлось какие-то сделать работы ремонтные, чтобы заехать уже в такой жилой, нормальный дом. Потому что до этого 10 лет в нем никто не жил. Все в счет аренды мы сделали. Пойдемте. Как вы вообще пережили потоп, который у нас недавно был? Потоп, если честно, страшно было, конечно, страшно. Потому что потоп был в 96-м году, там, правда, причина была другая, но вот этот потоп нам, хозяйка нас вообще на ночь всегда звала к себе. То есть мы еще день можно было переживать, дождь лил, лил, не прекращался, вот, а на ночь мы тихонечко на машине уезжали к ней. Вот, так страшно было, ну, в доме сухо, там только в огороде все поплыло, все мамины посадки. Вот так, ну, страшно было, честно. Тем более, что муж осматривал вообще всю ситуацию, прорабатывал, просматривал все, откуда идут потоки этой воды. Все, нижние дома затоплены. Поселок вообще не подготовленный к таким водам, к такому именно количеству. То есть там такая бурная река лилась из виноградника. Кто-то из строителей, не знаю, в какое там время это произошло, отвел одну из труп неверно, прямо на прогресс. И люди, конечно же, хапнули горе, как говорится. То есть вот из-за вот этих горе-строителей, конечно, люди там сильно пострадали. В дома зашла вода именно там. Здесь вот, в некоторых по Октябрьской, вот, буквально два дома, от низа, если отсчитывать, по два дома пострадали все. Ну, мы нет. У нас только в огородах стоит. Какая вообще инфраструктура у вас есть вот в прогрессе? Что в доступности? Здесь в доступности детские площадки. Спортивные площадки есть. Ребята занимаются. Футбольная секция. Да, да, есть для ребят, что важно для детей, да. Клуб. Клуб, ну, правда, он не на всю мощь. Вот я работала последние два года в клубе, то как мы там работали, просто разница колоссальная. Там дети больше задействованы все-таки. Я надеюсь, что в клубе тоже ребята найдут что-то для себя интересное. Но жаль, в клубе вот когда-то был, говорят, теннис, тенниса нет именно для мальчишек. Для девчат были когда-то танцы. Еще мы когда приехали в марте, они были, и потом человек уволился. По какой причине, тоже непонятно. Ну, суть в том, что для детей, по большому счету, ничего нет. Да, сотрудники стараются там проводить какие-то мероприятия, но они не активные, эти мероприятия. Они не рассчитаны на большую массу. То есть если идет какое-то объявление, оно вот рассчитано там, ну, человек 15. Человек 15 – это вот такая вот программа максимум. Мультфильмы показывают, вот в среде лета была организована площадка. А так, по большому счету, для ребят здесь футбол организован. Но на летнее время они не занимаются, опять же, уже минус. Чем увлечься? Детям. Мы приехали в марте. Мы приехали сначала вообще в Тамань, потому что здесь, как обещал нам директор, он нам поможет в жилье. Но ему не удалось, у нас семья все-таки большая, но ему не удалось нам жилье найти. Мы в Тамань нашли жилье на месяц, и пока в это время сюда ездили, где-то ближайший вот эти, Таманский поселок, высматривали жилье. Мы ничего не находили, вообще ничего, ну просто ничего. Объявление вывешивали. Я с администрацией связывалась, что помогите, раздайте где-то информацию, что ищет семья. Вот. И мы пошли по объявлениям о продаже домов, квартир. И опа, именно в этом доме девушка говорит, а вы, говорит, вообще дом видели? Я такая, давай еще раз просматривать фотографии. Ну вроде ничего. Ну нет, ну так страшноватенький. Я говорю, Сережа, смотри, какой страшный дом, ну как. А мы перед этим смотрели в Мирном, наверное, даже подобный, да, дом? Ну подобный, ну только на две семьи. Он не такой страшный был. И мы готовы были за 4 километра сюда приезжать, чтобы, ну хотя бы какое-то время, чтобы потом все-таки в итоге здесь найти. Но когда нашли этот дом, Сережа переключился на него, говорит, ничего, справимся, ремонт сделаем. Перед тем, как заехать, я все сделаю как надо. Крыша, здравствуй, небо было. Там в нашей комнате просто, земля тоже, здравствуй. Там, ну, мы когда ставили кровать с Сережей, у нас пол проломился. И он подставлял эту досочку, чтобы это не провалилось до конца. Ну да, пол в этой комнате еще было. В той комнате хожу только я, потому что я самая легковесная. Такие вы, это важные. Все, вот, то есть там воду нам, хозяйка за неделю, наверное, она приехала, она воду подключила. Ну да, тоже молодец. Привезли они нам с Краснодара, они везли. Я вообще благодарна ей. Она с Краснодара договорилась там какими-то путями привезти этот обогреватель, чтобы у нас обогреватель было. Ну, водогреет, ну, чтобы горячая вода была, да. Все, у нас вода есть. Поменяли газовый котел. Отопление, включили газ, сделали пуск, потому что был отключен. Ну, котел поменяли, они нам котел газовый поменяли. Мы вообще, ну, я говорю, это люди, которые тоже были в какой-то степени, ну, и по-человечески заинтересованные. То есть это, они же все равно отреагировали сначала на что-то, вы вообще видели, как бы нас не интересует аренда, дом-то вообще какой. Ну, тут и паутина вот так вот, все это висело, мы тут все отмывали. Ну, ничего, справились. И теплый дом. Да, какая-то живность выходит. Да, она везде выходит. Но мечта ведь сбывается. И ощущаю, что здесь солнышко, море, дети счастливы, дети находят друзей. Лиман рядом, мы думали, вообще будем там рыбачить. Ну, я так мечтал, думаю, приеду, тут удочек навез кучу. Ну, тут вот, а по карте смотрели же лиман, ну, все, видео ты смотришь всякие, в лиманах все там рыбу таскают туда-сюда, а приехали, оказывается, это заповедник, тут даже, блин, не знаю, купаться можно, не можно, но тут, видимо, никто не купается, это вообще ничего нельзя. Заповедная зона. Заповедная зона, ничего нельзя, да. То есть это, оказывается, с Черным морем он связан, и здесь как, ну, видимо, рыбы, рассадник рыбы или что-то, как это сказать, не знаю. Креветку там. Раньше местные говорят, креветок море там таскали, как бы собирали, все, там рыбу рыбачили, вот, ну, имеется в виду, ловили, вот, каких тут местная рыба-то какая, ну, всякая. А здесь, оказывается, вообще даже с удочкой, не сосадим, но один человек, даже с удочкой нельзя, все, арестуют, сразу штрафы. Тут что-то тоже рассказывали, там, миллионные штрафы, там, за каждую креветку по, какие-то большие штрафы, не знаю. Я периодически вижу в интернете как раз новости, что кого-то доловят. Да, есть такое. Вот в заповедных зонах. Да, да, да. Вот это все заповедник, все, и тут, оказывается, ничего нельзя, и вот мои удочки пять штук стоят, я их даже... Там даже цветочки нельзя, не дай бог. Ну, то есть там есть, наверное, краснокнижные какие-то растения. Поэтому вот в этом я, конечно, обломался. Да, Сидежа, да. Вот знаете, часто говорят, когда живешь у лимана, что очень много комаров, змей. Вы с этим вообще сталкивались? Да, мы тоже, нас предупреждали, что много будет комаров. Ну, прямо много я не скажу, они есть. Под вечер гулять невозможно. Змеи, со змеями мы вот прям так активно, конечно, не сталкивались, но увидели, и через дорогу нам проползало, и муж, вон, у меня строительством занимался, и там в строительных материалах ужик, да, спрятался. Говорят же, что еще пахнет от лимана. А запах серого водорода мне, по крайней мере, он импланирует. Ну, он есть. Он есть, да. Ну, вот сейчас вот мы с вами идем, ведь не чувствуется? Нет, я не чувствую. Хотя вы сказали, что почувствовали немножко, да? Да, я почувствовала запах, да. Но другой совсем запах. Либо мы привыкли, и он нам не чувствуется. От чего завести? Я не знаю, может быть, какая-то влажность, что испарение происходит. Откуда, когда этот запах? В общем, иногда он активный. В моем классе, когда я приехала учителем начальных классов, всего восемь детей. Вы знаете, какой кайф. Малокомплектная школа, наверное, да? Нет, это не малокомплектная. То есть это вот просто у меня третий класс, мне дали восемь человек, всего детей. Есть, в первых классах я в шоке. Я в шоке. Я с директором, когда созванивалась, я говорю, неужели у меня будет зарплата двадцать четыре тысячи, когда у меня будет в классе восемь детей? Вы уверены? Если я сказала, он так вот прямо сказал мне чуть ли, ну, это ощущение было, что по столу вот так вот стукнул, да? То так и будет. Но этого не произошло. То есть у меня зарплата максимума была двадцать одна тысяча один раз среди вот всех этих месяцев. Я оформляю документы, девочки, здесь вообще жесть произошла. Я подписываю приказ, где я понимаю, что по цифрам совершенно ничего не сходится с тем, что мне обещано. Зачем я его подписываю, да, вроде как? Но я уже приехала. Да куда нам деваться? Конечно, мы приехали уже. Что мы сейчас из столько денег потратили, приехали сюда, нашли жилье, глины, детей сорвались со школы. Это еще не все. Ну, это понятно, да. Суть в том, что я среди этих цифр, я не вижу буквы, девочки. Потому что я устроена как временный сотрудник. Для меня вообще это было что-то. Я не пошла на ГИА, я не пошла, не стала с родителей брать деньги. Ну, я вот думаю, это ключевое. Это ключевое было. Это ключевое. Как пришло время собирать, ну, собирать собрание и там так далее, что надо на ремонт школы. Мы за детей не сдали деньги, отказались. Ну, и, соответственно, был пик, то, что Лиза отказалась с родителей брать деньги. Я говорю, как так? Как вы с родителей вообще собираете деньги? Почему родители-то это должны выводить? Вы понимаете, такой замкнутый круг. Я стала неудобным учителем, но у меня в договоре написано на месте основного сотрудника. 11 июня меня увольняют. Это уже потом мне добрые люди говорят, что ее просто попросили. Попросили выйти, чтобы было основание уволить. Директор ее попросил. Представьте, какая подлость. Я в шоке такой. И он попросил ее выйти. Мне станет даже мурашки по коже. Надо же, какой-то человек приехал, да, хотел работать, и вот так ей палки в колеса за какой-то... Так 8 человек. Ну что там, какая сумма будет маленькая ведь, а? Ну, 21 тысячу, да. Ну что там, все равно. При помощи каких-то. А сумма какая должна быть? Она тоже на какой-то звучит. Сколько нужно было собирать денег, наверное, за этот вопрос? Но я до этого не ушел. Про сумму даже я не спрашивала, потому что, знаете, я спросила, я говорю, придите, пожалуйста, ко мне на собрание. Просто вы, как говорите, язык не поворачивается. Я говорю, я в Лобаново, нам просто обрубали руки. Вы понимаете, что у нас там... Ну это против закона, тут даже не вопрос. Вы о чем говорите? Ну, в общем, вот, вот она самая ключевая причина, то, что отказалась собирать деньги с родителей и все, до свидания. Два месяца поработала и нашли причину, чтобы уволить. Что хочется сказать по поводу работы? Конечно, когда ехали, ну, понятно, у меня жена ехала на уже на приглашенное место работы, а я ехал, по сути, в никуда. Работа есть, кто хочет, тот найдет. Есть работы и для заводских людей, кто привык на заводах. Работа здесь два больших предприятия. Это Таманнефтегаз и Эвка, которое, я так понимаю, масло Слобода. Вот это вот у нас популярное масло здесь производится. То есть у них постоянно, в принципе, вакансии есть. Зарплаты, я понимаю, так, что в районе там, ну, в районе тридцатки, что ли, если вот брать среднюю зарплату какого-нибудь такого работника. Вот я смотрел там грузчики, по-моему, 29 тысяч как-то, как-то что-то в районе этого было. Ну, я легко себе нашел работу, как бы, я считаю, что кто хочет, тот найдет. Вот такси смотришь, такси ездят, абсолютно с разными номерами машины таксуют. Ну, тоже и девушки, и парни ездят. То есть, я так понимаю, тоже можно устроиться и в такси работать, если вот так на первое время. Разговаривая с таксистом, ну, по зиме, конечно, грустно. По лету с отдыхающими там уже хорошие заработки идут. Работа, я так понимаю, еще есть в совхозах, на виноградниках. Кстати, вот смотришь объявления, много там требуется на сборы, ну, не на сборы, видимо, на какое-то, на обрезку виноградников или как ли вот. То есть, ну, в общем, в совхозах вот в такие, может быть, частные какие-то фермерские хозяйства требуются работники. Вот на виноградники, на яблони там вот такое вот ведется, что требуется. В общем, кто хочет, тот найдет работу. Я не скажу, что здесь работы нет. То есть, работа есть. Как бы сюда приехав, я тоже на эту Эфку смотрел. Там смотрел я на Тамань нефтегаз смотрел. Ну, блин, ну, не лежит у меня душа идти за 30 тысяч на заводе работать. Думаю, дай попробую отшлифовать бревенчатый дом. Тут, оказывается, еще я удивился, есть бревенчатые дома. Ну, я, как бы, соответственно, согласился. А уже подал объявление. О том, что это мастер, да. И потом просто через день мне начали такие предложения сыпаться, что я стою этот дом шлифу и понимаю, что я тут просто за копейки вообще вот это все делаю. Там вообще просто, ну, просто за копейки. Жаба задушила. Ну, нет, ну, или тут вот стоит работа, блин, просят вот за такую сумму сделать, или я вот тут работаю за такую сумму делать. Здесь вообще проблема, видимо, кто деревом занимается, люди, вот, ну, мастера, кто с деревом работает, вот, говорит, там с бетоном, там с кирпичом проблем нет. Вот именно с деревом, как бы, не особо люди берутся за такие дела. И вот у него несколько гостиниц, у него там в греческом стиле, вот он говорит, мне нужен такой человек, который мне будет вот тут все делать, там, ну, полы надо менять, беседки там делать в греческом стиле под дерево и так далее, все. Меня, как бы, это заинтересовало. Но, опять же, это работать на человека, блин, немножко как-то в душе отталкивает. Через, наверное, месяц у меня уже очередь стояла. Я тут сделал несколько бань, сделал второй этаж вагонкой обшил, тут, как бы, ну, пошла работа, да, работа пошла. Я просто сейчас уже снял объявление. Сюда приехали соседи, соседи у нас одна соседка сразу, да, с подарками, вторая соседка с подарками. Во-первых, она нам кровати дала. Кровати дала, да. Она говорит, вам надо, да, слушайте, посмотрите, что у меня есть, вам надо это, вот тут на кровати, вообще, спасибо. Она нам с подарками, она такой вкусный компот, мы такой никогда не ели. Я вообще компотом так скептически отношусь, компот из винограда, такой ароматный. И виноград сам такой вкусный, прям вот как будто с этой светки, можно сказать. Ну, маленько преувеличиваю, но это действительно вкусно, ароматно было. А скоро ведь будет уже как раз виноград, надо было остаться и попробовать. У нас уже кушают, нас угощают, прямо угощают. Пару дней назад тут угостили, да, чёрным виноградом. Вчера у меня, меня угостили целый пакет, дали какого-то зелёного винограда. Вот, сейчас это, уже кушаем, да. Яйцо своё она принесла, бутыли, тут какие-то перепады с водой были, воды не было. И она говорит, берите, запасайтесь водой, она нам бутыли вот эти огромные, и оставляй их, пока здесь живёте, я вообще, ну, то есть вот это вот... К соседу тоже обращался, там ключей каких-то не было. Он говорит, да без проблем, говорит, вот надо, что, как ты ключам, что-то обращайся, всё. Хозяева дома, так, наверное, такие люди вообще раз в 10 лет встречаются, да? Тут через дорогу у меня учительница, которая класс вот мне отдала, которой, вот она живёт, она всё время, то помидоры, то конфеты, просто, вот просто конфеты принесла тогда, угощайся. О чём говорит, люди очень гостеприимные, очень щедрые, в этом плане я им очень благодарна. То есть это ведь, это притягивает очень. Так скажем, я принял решение, возвращаемся домой, берём паузу, там смотрим. Возможно, сейчас посмотрим, что у нас вообще на строении на рынке недвижимости произойдёт. То есть как бы надо вот это, да, продумать, просмотреть, и если решаться ехать, то ехать уже, наверное, с деньгами и покупать дом, ну, соответственно, жильё своё покупать. Ну, можно же у себя там присматривать. Да, можно. Всё равно уже ведь пожили, знаете, как там. Если зацепилось всё-таки, может быть, стоит ещё приехать. Нет, ну, да, как бы вот, варианты, в принципе, неплохо. Я говорю, вообще, давай, может быть, рассмотрим покупку дачи. Короче, возьмём паузу и поэта, помозгуем, что и как дальше. Ну, вот вы сейчас решили, что вы возвращаетесь назад, на родину. Но если бы у вас был бы выбор, куда бы вы переехали? Если не прогресс, то что, например? Не, ну, вот если мы будем рассматривать варианты, то мне по работе буду рассматривать где-то, может быть, поближе к какому-то городу, Темрюк или Анапа, как вариант. А если тут вот по местному, ну, мне Тамань понравилась в плане, не знаю, инфраструктуры, наверное, как бы, близость к морю. Ну, вот из-за этого, в принципе, я бы выбрал Тамань. Насчёт посёлков, которые вокруг залива стоят, ну, не знаю, мне они маленькие посёлки, ну, кроме моря, по сути, я... Ну, земной нам понравился, правда, вот сейчас, в связи с тем, что там хорошо его так подтопило, у нас, конечно же, сомнения сразу же. Я не знаю, у меня вот большой-большой минус – это вот родственников, родителей нету рядом. Вот это прямо вот меня изнутри грызёт. Ну, он уже у него уехал, на самом деле, вот он уехал. Это надо время, надо время, чтобы прошло время, чтобы как-то маленько улеглось в душе. Друзей, вот нет, вот у меня... У меня сестра, знаете, как говорит, вот для того, чтобы понять, надо, вот как ребёнка, вынашивать 9 месяцев, надо вот как год вам там прожить. Возможно, она права. Ну, то есть, получается, все сезоны прожить. Он уже всё, он у меня уехал. А я, я себя, вот картинку увижу, я вот руками, ногами вот так вот уперлась, но я... меня тащат, я не могу уехать. Вот у меня не складывается эта картинка. Хотя вот тихонечко протаптываю, как я там себя должна реализовать в работе, как сына построить, вот тихонечко всё равно настраиваю себя. Ну, по поводу ветров хочется сказать, что... Ну, ветра, да, регион ветреный. Ведь мы зимой, зимы, конечно, здесь не были. Мы 2 марта приехали. И вот что меня так удивило, ну, особенность такая, не знаю. У меня машина сломалась, мне надо было небольшой ремонт произвести. И я пошёл делать, на улице было минус 3, по-моему, минус 2, что-то как-то так. И я пошёл ремонтировать. И буквально там, вот ветра такие были, что за 5 минут я пришёл, в дом зашёл, мне пальцы ломило, как будто я на улице в минус 30 свою машину ремонтировал по Перми, если вот так ориентироваться. Вот это, конечно, меня поразило прям вот, прям настолько, вот замёрзли руки у меня. Вот хотя бы на улице минус 3 градуса всего было. Вот, но опять зато прикололо то, что бельё только постираешь, развесил, но через 5 минут уже всё сухое висит с такими ветрами. Вот, а так в целом, ну, ветрено, ветрено. В медицине мы столкнулись с ней. В медицине, слушайте, это же есть. Кстати, да, об этом расскажите, куда вы обращались, что было. У нас жесть случилась, честно. Вот прямо для двоих сыновей, у нас сразу два сына попали в какую-то вот такую катавасью. Мы прилетели, одному камень в голову прилетел. Но тут такая междоусобица вышла. Ну, сразу же на панике мать, сразу же там всё что угодно думает. А день, по-моему, выходной был, да? Не выходной, но смысл такой, что... Куда ехать-то, да? Куда ехать? Куда-то, по-моему. И, по сути, нас только отправляют в травпункт, в Темрюк. Всё. 70 градусов. То есть у ребёнка башка пробита, если, не дай бог, да? То есть первое, куда мы можем обратиться, в травпункт. Ну, либо скорую вызывать, которая тоже увезёт. А едет полтора часа скорая, говорят аж. Травпункт. Ну, то есть я так понимаю, что проще на машину сесть и быстрее улететь в травпункт. А где-то почему не оказали помощь-то? Здесь... Выходной день. Здесь футбота была, да. И здесь только медсестра. Это вот сейчас только появилась... Фетшер появился. Она может оказать вполне. А медсестра-то что она? Ну, помажет. Мы съездили в Тамань, там тоже как бы нас до свидания. Нам сразу сказали. Даже не посмотрели ребёнка, я говорю, хоть посмотрели бы. Она сразу, езжайте в Темрюк. Два дня проходит, я на работе, у меня урока. Меня приводит учительница в класс прямо, приводит моего среднего сына. Вот так вот у него тут кровь. Я, знаете, я думала, я сейчас просто упаду. Я не знала, как себя вести. Потом я на работе проткнул палец шуруповёртом. Ну, ткнул сильно, вот палец ткнул. В Темрюк нам надо было, и мы туда-туда, в хирурги, ну, тоже к хирургу зайдём. Нас перво вроде как вы где, мы говорим, ну, вот в Тамани там снимаем. Это я настояла, чтобы ты к хирургу пошёл. Ну, в общем, смысл такой тоже нам там буркнули. А что вы сюда припёрли, судя как, идите в свою Тамань? Ну, ладно, какая разница, ну, пришли-пришли уже. Иди спроси у хирурга, он тебя примет. Я такой, ну, ладно, типа это. Зашёл, очередь отстоял, там зашёл, спросил. Он говорит, хорошо, карточку. Как я тебя без карточки приму? Я опять ухожу, опять очередь стою вот в эту... Ну, как это, регистратуру? Она мне пишет карточку бурчатом на меня-то. А, ещё плюсом, а где, говорит, этот самый? Его роспись, что он вас примет. А мне же ничего не дали, чтобы как бы я должен был... Я говорю, я на неё уже, а что мне на лоб, что ли, он должен расписаться? Что за фигня-то такая? В общем, она бурчатом написала мне эту карточку. Отправила меня в эту хирургу. Я опять постоял, зашёл. Медсестра у хирурга. Я его смотреть не буду. Я такой, почему? У нас нет перчаток. Нам перчатки не вот эти. Иди, говорит, покупай перчатки резиновые. Ещё, говорит, вы стоили. Я уже... А, и хирург мне такой, типа, ну, или копеечку положишь на стол, в общем-то, перчатки. И, в общем, мне там он посмотрел, ну, всё сказал, как что это отремонтировать, палец там, как лечить. Это не назначено, всё хорошо будет. Ну, в общем, вот это нас тоже вообще просто убило. Такое-то, конечно, огонь. Когда мы искали больницы, открываешь Яндекс и набираешь какую-нибудь больницу по округе, там выше, по-моему, одной звезды, там, по-моему, даже нигде не стоит. По отзывам. По отзывам. А откройте в Перми больнице, там 4 плюс стоят. Это наш фельдшерско-акушерский пункт, где на сегодня уже работает фельдшер, медсестра и санитарка. Работают активно, ставят прививки. Мы, между прочим, поставили тоже прививки с мужем тут же. Мама тоже, кстати, когда приезжала. Помощь маломальски, но хоть какую-то помощь уже можно оказать в области медицины. То есть обратиться даже с ребенком, да, какие-то такие экстренные моменты все-таки здесь окажут. Тот момент, когда вот мы, например, столкнулись и поехали в Тимрюк, в 70 километров отсюда, да, это была жесть. То есть из Тамани нас отправили в Тимрюк. То есть если что-то серьезное, то отправляют в Тимрюк и ехать только туда. Это, конечно, минус большой нашей медицине. Как бы вот в сервис поехал, мне там, да, со мной даже разговаривать не стали. Типа я говорю, мне записаться надо там, через два дня приезжай. Я говорю, так я через два дня приеду, типа, такая же же у вас ситуация будет. Вы можете меня записать, чтобы я, ну, спокойно знал, что я могу подъехать? Он даже ничего не ответил, даже вот не повернулся на меня, не посмотрел. Все, до свидания. Лес покупал тоже это. Иди выбирай. Ну, я там выбирал, выбирал, выбирал. Ну, выбрал, все такое, пошел. Он говорит, а что, кто складывать будет там? То есть, я говорю, это база моя вообще или твоя? Как бы я уже там чуть ли не сматываю на него. Говорю, ну, вот, короче, вот это вот все. 100 рублей у него сдачи не было. Он даже не заморочился, просто в чеке написал, что на 100 рублей больше и все. 100 рублей сдачи не было. Вот так это норма. То есть вот это вот. А мне 100 рублей вот надо, мне лично надо. Я на них куплю хлеб и молоко. Вот это вот, да, вот это, конечно, такое удивление. Может быть, не знаю почему. Видимо, на раскайфовке тут люди живут и нафиг не заморачиваются с этим всем делом. Хочешь, бери, не хочешь. Это даже суть не в том, что это жители Кубани или приезжие. Суть не в этом. А именно, просто люди такие встречаются среди всех абсолютно. Кстати, да, как жиру перенесли? Да тяжело, как перенесли. Вот именно в 36 тяжело было. Но это в этом году намного жарче. В это самое, ночью просыпаешься в луже, и потом как дальше спать-то, блин? И так не снешь толком, вот и ворочаешься. Мы хотели кондиционер, мы рассчитывали. Он говорит, покупайте кондиционер, на счету аренды без проблем. Был бы кондиционер, мы бы реально здесь спокойно себя чувствовали. Я так понимаю, лето нынче позднее. Что это сперва же все... Июнь-то такой был. Я помню, ты купалась, по-моему, 9 мая. Было, да, делала. Как-то я открывала сезон 2 мая, а тут мы чуть ли не в июне, наверное, первые купались. Да, как-то купались. Ну, я-то когда приехал, я сразу в море залез. Там еще, не знаю, было, наверное, градусов 5 или 10. Ну, как ты в море не залезть? Вот так что, вот такая история. Ну, советы, какие-то советы, если давать, то... Если едете конкретно на работу, то проверяйте документы. Юридически будьте подкованными. Если хотите, действуйте. Ну, да, конечно, надо по-любому никого не слушать, доехать, допробовать. Что-то такое вот. У одного у них одна история, у других другая история. У вас будет вообще третья история, которая будет разниться вообще, как говорится, со всеми другими историями. Единственное, ну, как бы продавать жилье. Я не знаю, вы вообще, когда поехали сюда, вы как-то думали головой, что вы продаете жилье и сразу ломитесь? Или вы все-таки какой-то делали тест-драйв, там, для себя определяли, смотрели, там... Нет, мы сразу продали и поехали. То есть, сломя голову. Это вы мечту прямо, да, по-настоящему. У нас как-то так все получилось. Я, потому что сейчас вот слушаю вас, как у вас, как бы сложилась ситуация, как у нас. На совсем по-другому все было. Ну, в общем... Я просто переживала о том, что если я все продам, и мало ли что-то случится. Ну, вот так же, как все. Я вот это боялась, понимаете? Обращаться в каким-то риэлторам тоже не хочется. Ну, с другой стороны, есть же тоже всякие мошенники, наверное, которые могут и, блин, там, по ушам проехать. Наверное, нужно какой-то, может быть, даже дать совет людям. Вот не просто ты едешь в пустоту, а друзей каких-то находи. И если, ну, говорить вот о знакомых, ну, тогда... Не знакомых, нет, наверное, единомышленников надо искать. Да, да, потому что в пустоту тяжело ехать, понимаешь? Ну, тогда наш вариант, я так понимаю, оптимальный. Ты приезжаешь сюда, снимаешь жилье, живешь, уже вот сейчас в процессе жилья мы уже можем сказать, что у нас здесь есть, ну, друзья, да, к которым мы сейчас можем обратиться. Да, а вот так, ну, хорошо, мы нашли друзей, это тоже хорошо. Тоже, тоже, по сути-то мы ехали, ведь не просто так, мы верили, что тут будет компенсация жилья. Да, я, наверное, принял решение такое, что мы возвращаемся, и, соответственно, уже будем дома думать. И если мы принимаем решение, то мы уже поедем сюда покупать жилье, а не так, что тут пожил, там пожил, детей дергать туда-сюда, как бы. Музыка Музыка Музыка